Бережливое производство Представляем вам Анну Пьянзина и Ирина Будькова Даю им слово Раз, раз Раз, раз Все работает, все хорошо, слышно Так, давайте маленько сюда Коллеги, добрый день Меня зовут Пьянзина Анна И моя коллега Будькова Ирина Мы представляем компанию Командор Как уже Светлана Юрьевна сказала Да, действительно, мы в прошлом году Принимали участие во всероссийском конкурсе И заняли первое место В номинации Система обучения Инструментом бережливого производства И тема нашего сегодняшнего выступления Бережливое производство Опыт и перспективы Компания Командор является одной из Крупнейших торговых сетей Сибири Если говорить о рейтингах То мы входим в топ-500 РБК по выручке А по объему реализации продукции В РАЭК-600 А также мы относимся к топ-100 Инфолайн ведущих ритейлеров страны В компании Командоры Более 400 магазинов Мы представлены в трех форматах Это формат Суперстор Формат Фрешмарк Две фабрики кухни 181 цех в магазинах И в основном это пекарные цеха И мы единственный ритейл за Уралом У которого есть свое собственное производство По изготовлению замороженных Хлебобулочных полуфабрикатов Главная ценность нашей компании Это наши сотрудники Наша задача помочь нашим сотрудникам Работать без потерь и простоев Сделать работу более эффективной Цель повышения производительности Не менее чем на 5% ежегодно За счет внедрения инструментов Бережливого производства При этом внедряем бережливое производство Мы посредством реализации Проектов по улучшению С помощью системы предложений по улучшению А также в целом совершенствуя процессы на нашем производстве Ну и теперь немножко хочется рассказать о проектах Которые мы уже внедрили И которые внедряем на данный момент В нашей компании на собственном производстве Очень много ручного труда И поэтому в 2022 году В этом году наша компания Вступила в национальный проект Проект повышения производительности труда Где пилотной площадкой Стало собственное производство И первый проект, который мы запускали Это стала кулинария В результате чего У нас 100 килограммов салата Сельди под шубой Стало изготавливаться Не за 3,5 часа, как ранее А всего лишь за 40 минут Ну и естественно, конечно же Производительность у нас выросла Более чем на 13% Что мы дальше тиражировали На все наше кулинарное направление В следующем у нас стартовал проект По потоку замороженных полуфабрикатов из теста Общая производительность По данному проекту Была увеличена более чем на 15% Экономический эффект Составил порядка 10 миллионов Также на данный момент Мы реализуем проект Который был у нас открыт 16 октября По потоку пекарного производства Мы уже отчитались по итогам Трех месяцев работы И сегодня хотели бы рассказать вам О значимых моментах данного проекта Конечно, вначале мы Привели рабочие места В соответствии с системой 5С Организовали адресное хранение Сырья на складах Что существенно позволило сократить Время протекания процесса Но самое главное для нас Это то, что мы думаем О нагрузке наших сотрудников Когда мы вышли на хронометражи И в одном из наших пекарных цехов Мы увидели Вот можно посмотреть на фотографии Это мы уже потом ловили С камеры видеонаблюдения Когда одна женщина Через голову сотрудника Начинает перекидывать тесто Я говорю Коллеги, у вас тесто Через стол кидают А они, Анна, скажите А коллеги что отвечают? Ну и что кидают и кидают Мы в ступоре ничего не можем понять Что происходит Вроде цеха мы рисуем правильно Все как положено А в какой-то момент Что-то где-то пошло не так И стол с формовкой Почему-то Стол с оформлением Почему-то переехал Ближе к тестомесам Что сделали? Просто поменяли местами столы Стол с формовкой Поставили ближе к тестомесам Чтобы тестоводу Не нужно было Получается кидать тесто Через голову сотруднику Через столы А просто вытащил И положил Его уже на стол в формовке Ну и тем самым Конечно же результаты Не заставили себя долго ждать На этом подразделении Производительность у нас была Увеличена На 22% С сентября по декабрь 2023 года Также у нас В ряде прикарен Есть такая проблема Как мы работаем Еще до сих пор Формами Троечками Здесь конечно же Очень Это неудобно И трудозатратно То что Хотелось бы вам Прямо показать Вот представьте Стол Сотрудник Достает Лист Ставит на стол И дальше Поставил Формы скрепленные По три Еще раз поставил Формы скрепленные И еще раз И затем Это поднимает В печь Это очень тяжело Анна подтвердите Да Мы все видим Что Ирине Это очень тяжело Что мы сделали Мы просто Отдали на перепайку Наши формы Трояки Мы их Перепаяли В пятачки И получается Сотруднику Ему не нужно делать Лишние движения Не нужно составлять Формы на лист Потом этот тяжелый лист Нести там в печь А он может просто Взять блок с формами И сразу Его поставить в печь Тем самым Уменьшается Нагрузка На одного сотрудника То есть Если говорить о цифрах То мы увеличили Нагрузку При поднятии Одного листа С тестом На 4,5 килограмма Мы сократили Количество наклонов С 30 до 20 При изготовлении Одного вида хлеба А также Мы сократили Количество форм Которые занимали Место в пекарне То есть Нам теперь Не требуется Столько листов Столько Такое большое Количество форм А самое главное Мы сократили Время протекания Процесса От формовки До выбивания хлеба На 72 минуты В смену Ну и соответственно Дальше уже Тиражируем данное решение На соответствующей пекарне На другие пекарные Цеха Ну и конечно же Всю информацию О проектах О результатах Мы размещаем На нашем инфоцентре Это можете Видеть вот сейчас На экране Далее Хотелось бы вам Рассказать О системе Предложений По улучшениям Которая действует На нашем собственном Производстве Мы ее Организовали Специально В рамках Конкурсов Для того Чтобы сотрудники Понимали Что время На подачу Предложений Ограничено В соответствии С нашим Положением От руководителей Направлений Форматов Производств Должны поступать Предложения Которые Оформлены Их сотрудниками Потому что мы считаем Что вовлеченность Руководителей Это обязательное Условие Работы Данной системы Ну и конечно же Самое главное Когда у руководителя Горят глаза Этот руководитель Может уже Дальше Замотивировать Своих сотрудников И когда Он замотивировал Своих сотрудников Мы понимаем Что те предложения По улучшениям Мы уже можем Получать От линейного Персонала А линейный персонал Он конечно Лучше всего Знает Где что Чего и нужно Улучшить Чтобы ему Конечно же Работалось Легче Ну и Уже С апреля 2024 года У нас Поменялась Система Мотивации У руководителей И технологов Чьи сотрудники Подавали Предложения По улучшениям А у нас Руководители И технологи Будут получать За это Дополнительный КПА Не только Тот сотрудник Кто придумал Но и тот Руководитель Чей это Сотрудник Анна Расскажите Пожалуйста О самом Полезном Предложении Которое Предложили Наши сотрудники В рамках Первого Конкурса В рамках Первого Конкурса Это все Вот вроде бы Оно элементарно Просто Лежало на поверхности В кулинарной У нас сотрудники Предложили Предложили Предложения А также Переводим Процесс 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 Которые 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 На которых Проводили Аудиты Также Мы проводим Аудиты По соответствию Системе 5С И после этого Всю информацию По итогам Аудитов Размещаем На нашей доске Асаичи И соответственно Принимаем Управленческие Решения На собственном Производстве Мы разработали Свою систему Обучения Инструментам Бережливого Производства Первое Что мы Сделали Это все Руководители Все технологи И старший Линейный Персонал Так как В рамках Проекта Мы еще Это можем Делать Мы их Обучаем На фабрике Процессов Чтобы у нас Руководители Вживую Могли увидеть Да Что это Круто И инструменты Бережливого Производства Они действительно Работают Дальше Все наши Презентации Мы разработали Их самостоятельно Для обучения Которые Дополнили Уже Нашими Живыми Примерами С наших Производств Чтобы людям Ну было действительно Интересно Видеть Да А вот на том-то Цехе То произошло А на том-то Цехе Это И они Конечно же Активнее Вовлекаются В эти все Процессы А также Для того Чтобы мы Реализовывали Проекты Участникам Электронные Курсы По определенным Темам Необходимым Для проекта То есть мы Как Анна До этого Говорила Являемся Участником Национального Проекта У нас На данный Момент Есть доступ К данной Площадке Федерального Центра Компетенции И вот мы Данной площадкой Очень активно Пользуемся Далее По тем же Темам По которым Проходили Дистанционное Обучение Мы проводим Очное Обучение Непосредственно Уже в аудиториях Нашей компании И обучение У нас кстати Проводят Наши внутренние Тренеры А мы понимаем Что в этом Очень много Ну как бы Можно выудить И всяких Хороших идей Мы здесь Можем взять Мы поняли Что нужно Тоже обучать Сотрудникам Тому Как правильно Подавать Эти предложения По улучшениям И с отдаленными Регионами Мы организовали Дистанционные Курсы Где наши Внутренние Тренера Им объясняют Что Это не сложно Это не страшно Если у вас Есть какие-то Идеи Никто над вами Смеяться Не будет Да Просто нужно Об этом Сказать И дальше Мы это уже Берем в работу И как-то Дорабатываем С Красноярском И близ Лежащими Городами Мы проводим Очное обучение У нас в компании Есть специально Оборудованные Залы Со всем Необходимым Оборудованием Где наши Внутренние Тренера Проводили обучение Только для собственного Производства Компании А теперь Мы также Оказываем Организационно-методическую Поддержку Одному из Подразделений Нашей компании Розничному блоку Это сети Гипермаркетов Алея Для этого Мы разработали Уже более Углубленное Обучение Не только С теоретической И практической Частью Но и С добавлением Психологических Игр И коучинга А также После Теоретической И практической Части В аудитории Мы выходим На площадку Магазина Ну вот вы на экране Можете увидеть Как это Выглядит Ну и Хочется Немножко Рассказать О перспективах Развития Куда мы Будем держать Вектор Куда идти Дальше В области Бережливого Производства К 2026 Году Мы планируем Что все Сотрудники Собственного Производства Будут Обучены Инструментом Бережливого Производства Также К этому Времени Будет Действовать Система Наставничества Когда Новичок Пришел На работу И его Обучают Не только В ходу В профессию Но сразу же С первых Дней Его будут Обучать Инструментом Бережливого Производства Это позволит Нам Прирастать Ежегодно Не менее Чем На 5% Спасибо За внимание Отлично Синхронно Сработали Как Вам удалось Добиться Что Они Так Отлично Продолжение следует...